Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. И мы сегодня начинаем передачу «Зимние праздники славян». Авторы-соведущие Всеслав и Ярослава. Здравия, Всеслав! Здравствуй, Алексей! Здравия тебе, Ярослава! Добрый день! Итак, мы живем в таком мире, когда существуют уже определившиеся, понятные праздники для большинства населения наших славянских земель. Это праздники светские, праздники церковные, религиозные. И мало, наверное, кто сейчас догадывается из людей, непосвященных, о том, что с древних времен у нас существовали и существуют славянские праздники, которые к светским мало отношения имеют и к каким-то религиозным тоже особо не относятся, но на основе которых в свое время многие праздники религиозные и светские были созданы. Потом их по-другому стали называть, по-другому стали праздновать, традиции ушли куда-то в сторону, но так или иначе связь какая-то осталась. То есть, дни проведения праздников сохранились, а вот содержание несколько изменилось. И сегодня мы попытаемся поговорить о том, какие же праздники в декабре, в конце декабря у нас по славянским нашим традициям, а их несколько, отмечаются и как они отмечаются. И для этого я предоставляю возможность Сиславу Ярославе взять микрофон в свои руки и начать рассказывать. Пожалуйста, Сислав Ярослава. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я начну, а Ярослава мне поможет и дополнит то, что ведает она. Ну, как ты правильно сказал, наши природные, народные и природные праздники были в свое время подменены по разным причинам, но в основном для того, чтобы оторвать народ от традиции, поскольку всем известна формула, если у дерева попортить корни, дерево засыхает. Поэтому мы не хотим засохнуть, и наше славянское родовое древо должно процветать и расти, множиться, крепчать. Поэтому мы решили помочь тебе рассказать людям о народных праздниках, которые являются очень, скажем так, важным способом и возможностью быть в единении с природой. Ибо основные праздники привязаны и астрономически, и астрологически к изменению природных ритмов, связанных с сезонными ритмами, то бишь лето, осень, зима, весна, и с астрологическими взаимодействиями Матушки Земли с другими планетами как ближайшего, так и отдаленного космоса. И праздники все природные и народные, слово «род» здесь явно слышно, были нацелены на усиление и укрепление связи с родом, со своими предками. А поскольку у нас предки не только люди, но и боги, то это наиболее важно и актуально для тех, кто готов возвращаться к своим корням и готов восстанавливать свою связь со своим родом и со своими родовыми богами. Поскольку эксперименты уже поставлены в последние, скажем так, 300 лет, мы все только отдалялись, пора и приближаться к своей традиции, к своим корням и к своему народному мировоззрению. Поэтому те праздники, что уже прошли, мы трогать не будем, но впереди у нас два основных праздника декабря, или лютиня по-старому. От слова «лютый», «холодный» — это, ой, извиняюсь, по-старому «грудиня». Это два праздника «Карачун» и «Коляда». Хорошо. Ярослав, что-то скажет вначале? Мне бы хотелось больше рассказать уже непосредственно про сами праздники. Как их встретить, что нужно делать, что нужно делать перед встречей праздника, перед Карачуном, перед Колядой, какие обряды проводить, какие действия желательно проводить, непосредственно, какие действия, что делали наши предки, и что бы я порекомендовала, и что мы сами делаем в наше современное время. Хорошо. Получается, что Ярослав может дать техники, скажем, внутреннего очищения и настройки на природные ритмы, а мы с тобой можем дать нашим слушателям мировоззренческую основу этих праздников. То есть мы с тобой подойдем вообще, а Ярослава уже даст направляющие. А вот тут надо делать вот так. Ближайший праздник, хотя кто-то не считает это праздником, это Карачун. Наверное, надо поговорить, что это такое за праздник или день, чем он знаменит, и как к нему надо подходить. Потому что и в одном, и в другом календаре, которые сейчас присутствуют, я имею в виду Калиды-Дар, это староверческий календарь, или по более распространенному в современном юго-западном направлении, это родноверческий календарь. Там еще есть перед Карачуном очищение души и тела, или день успокоения, который направлен на подготовку к Калиде, на подготовку к Карачуну. Вот, наверное, надо поговорить, как входить в Калиду? Что такое Карачун и вот что предшествующие дни? Для чего они нужны, эти дни очищения души и тела? Для чего нужны дни успокоения? Ну, давай начнем сначала. Что такое Карачун? Само слово говорит о том, что корневая основа этого понятия короткий. Речь идет о дне зимнего солнцестояния, когда день самый короткий, а ночь самая длинная. Соответственно, соотношение сил света и тьмы не в пользу сил света. И вот именно поэтому в традиции Карачун, можно сказать, не считался праздником, в прямом смысле этого слова, когда там радуются, когда душа нараспашку, а считался днем, который нужно правильно пережить, подготовившись к нему, подготовившись к тому, что завершается цикл, завершается природный цикл, и солнце умирает в кавычках, предки ведали, что смерти нет, и природа в кавычках умирает, в том смысле, что силы света приходят к своему минимальному значению, а силы тьмы к своему максимальному значению. И с одной стороны, как я уже сказал, это не праздник, но с другой стороны, очень важная веха в течение годичного цикла природы и общества, и нашего народа, когда нужно правильно пережить вот эту максимальную силу тьмы, но тем не менее иметь возможность избавиться от всего негативного и использовать силу тьмы, как мы используем, например, в медицине пиялки, когда эта сила, которая отнимает жизнь, она может забрать вместе с этим негативные мысли, чувства, кармические следствия и ошибочные, скажем, установки в сознании. Поэтому подробно, конечно, Ярослава всё расскажет, но суть в том, что нужно избавиться от всего того, что мы не хотим взять с собой в следующий цикл. Ну, как бы выбросить всё старое, обновиться и с вот этим новым, с возможностью избавиться от груза ненужного, войти в новый цикл для новых свершений. Надо, наверное, отметить, что Карачун уже помимо того, что это самый короткий день, он ещё в народе воспринимается как что-то такое уже нарицательное, конец чему-то, смерть, гибель, взвод и так далее. Но даже есть такой дурацкий фильм, в котором один из персонажей другому говорит, ну что, Карачун тебе, церетели. То есть всё, допрыгался. И в народных поверьях Карачун также воспринимался в некоторых местах как какой-то действующий персонаж, ну, к примеру, как Дед Мороз, только более злее. Где-то это просто Дед Мороз, где-то какой-то персонаж более злой, где-то кто-то говорил из потустороннего мира или владыка тёмных сил. Так что в разных местах, а рассение всё-таки достаточно протяжённое, по-разному Карачун и представляли себе. Кто-то его представлял как какого-то злого дядьку, кто-то представлял его в виде Деда Мороза, кто-то представлял каким-то навником, который выползает из-под земли, и вся нечисть вместе с ним, и самые злые морозы вместе с ним приходят, и смерть приходит. В общем, по-разному. Если с точки зрения мифической мы посмотрим, то мы увидим, что здесь от Карачуна пошёл и Дед Мороз, кто-то может сказать, что и Санта-Клаусу что-то приписали ещё более западнее, кто-то скажет, что там что-то с чертями связано, кто-то там и про Хэллоуин вспомнит. В общем, здесь, наверное, нам стало понятно, что такое Карачун как и день в году, как и мифический некий персонаж. Но, опять же, я возвращаюсь к своему вопросу. Карачун, поскольку это самая слабая точка света и самая сильная точка мрака на Земле, то в этом случае, наверное, это такая сакральная точка, сокрытая, которая давала возможность для чего-либо, как ты правильно сказал, на мой взгляд. А значит, к ней надо было правильно подойти. И здесь, и в одном, и в другом календаре я вижу, что всё-таки начинается-то с какого-то очищения души и тела, прежде чем к Карачуну и к леде подойти. Вот целая неделя выделяется в одном из календарей девятидневного очищения души и тела и успокоения в другом календаре. Вот давайте всё-таки посмотрим, если сакральный есть день, как к нему лучше подходить с учётом его силы и с учётом слабости? Ну, во-первых, необходимо... Я передам буквально через минуту слово Ярославе. Во-первых, необходимо подготовиться энергетически, психологически и духовно к этому дню. Я напомню к тому, что ты сказал, что Кощей Бессмертный, как один из персонажей нашей народной культуры, как раз тоже напрямую относятся к Карачуну. Потому что говорили, там, где Кощейшка взглянёт, там всё завянет, где он дыхнёт, там всё замёрзнет. Поэтому это ещё один образ, который дополняет общую картину. Так вот, необходимо проявить в себе честность, заглянуть в свою душу, посмотреть, какие западки, какие заморочки, какие ложные убеждения, обиды накопились за прошедший цикл и по принципу «на тебе чернобожий, что мне не гоже», от этого избавиться, чтобы войти в новый цикл с новыми силами, целями и задачами. А как вот это сделать? Существует очень много народных практик, которые незаслуженно забыты, иногда даже и умышленно, как ты правильно сказал, на правильные даты навешаны светские застолья. Но нам-то нужно соблюдать и знать своё. Поэтому про своё я предлагаю Ярославе подробнее рассказать. Да, пожалуйста, Ярослава. Чтобы понять, как правильно проводить эти дни, что нужно делать, нужно понимать смысл вообще, в принципе, нашей жизни, что мы приходим в этот мир для того, чтобы чему-то обучиться. И вся наша жизнь – это как уроки. И эти уроки, как правило, они болезненные приходят. Ну, не все, но очень много уроков, которые приходят через боль. И вот в традиции есть такое понятие, как кресение, ладование, когда мы начинаем разбираться, почему больно, что за этой болью стоит, почему приходит раздражение, почему мы гневаемся, почему приходят к нам негативные эмоции, страхи, обиды. Вот это и необходимо научиться ладовать или проводить кресение, когда мы начинаем разбираться с причинами того, для чего эта ситуация приходит к человеку. Потому что это урок, и в этом уроке каждый человек – это учитель, который нас чему-то учит. И вот практики кресения позволяют понять, для чего ситуация отдаётся, чему она учит, чему учит данный человек. И позволяют понять, что необходимо в каждой из этих ситуаций научиться брать ответственность на себя, что я на самом деле раздражаюсь, я на самом деле гневаюсь. То есть не меня гневают, не меня раздражают, не меня обижают, а я обижаюсь, я гневаюсь. То есть понимаем, что причина на самом деле в нас и любая ситуация, любой человек, при котором возникают негативные эмоции, либо страхи, либо что-то такое, что этот и есть урок. И как раз вот этим и нужно учиться разбираться, проводить практики кресения, ладования. И если конкретно, то одну из таких практик я писала в статье, она называется «Писанка», когда в этой практике мы отключаем ум и произвольно ставим задачу. Допустим, вы хотите разобраться, почему там у меня что-то болит, почему я там раздражаюсь тогда-то, почему-то… То есть любая ситуация, с которой вы хотите разбираться, и вы понимаете, что это ваш урок, и нужно с этим разобраться, вы пишете в начале этой писанки. Называется «Практика писанка». Затем вы выписываете все то, что приходит на ум, но при этом нужно не анализировать, что вы пишете. Просто произвольно писать, писать. И затем вы уже, когда вы писали все, что вам приходит на ум, вы останавливаетесь, и только после этого начинаете анализировать и понимать причины, что не так. Ну, то есть, как правило, это какая-то неуверенность в себе. И когда кто-то из людей вам говорит какие-то слова, вы чувствуете неуверенность в себе, и там у вас может быть определенная эта ситуация, поэтому раздражает. Ну, то есть причин очень много. И благодаря тому, что вы пишете без ума, не анализируя, вы можете потом понять, в чём глубинная причина проблемы, той, которая в подсознании. И затем вы пишете, есть такое понятие «лестница побед». Вы пишете, как эту ситуацию исправить, какое новое утверждение нужно создать, чтобы эту ситуацию исправить. Я хотел бы дополнить нашим радиослушателям, потому что у многих может сработать стереотип, и они могут слово «кресение» спутать со словом «крещение». Речь идёт о кресении. То есть крес в нашей традиции, в нашей древней речи означает огонь. И кресение означает огненное очищение своего сознания, божественной силой и самоосознанностью, самоосознанностью выявление тех негативных установок и проблем, которые гнездятся в нашем сознании и подсознании. Ещё есть слово «кресала». И вообще крест изображает это пересечение двух направляющих, когда возникает наибольшее сопротивление. Кстати, если уж мы говорим про другие какие-то направления, то первый раз слово «крещение», если уж изменить слово «кресение» на «крещение», которое сейчас большинству людей известно, встречается как раз в библейских писаниях, но там очень интересно получается. Слово «крест», на котором распяли Иисуса, он появляется намного позже, но при этом Иоанн Креститель уже крестил людей. То есть, если разобраться, получается, по сути, он занимался тем, что «кресил», а не «крестил», потому что слово «крест», ещё раз говорю, в Библии намного позже указывается. Опять же, мы видим, что была взята за основу та наша древняя возможность получения чистоты от божественного огня и просто была перенесена на какие-то персонажи известной какой-то литературы. Вот это ещё одно из доказательств, что это действие очень древнее, оно наше, но в данном случае применялось для конкретного народа в конкретных обстоятельствах и теперь известно всем с изменённым, опять же, звучанием. Но, учитывая, когда кто появился, мы всё-таки относим по первенству это к нашим предкам, поэтому говорим про наши праздники, указывая на то, как жили наши предки, а не какие-то предки других иных народов. Понятно. Значит, необходимо заниматься успокоением, необходимо заниматься очищением. Это своего рода получается, как бы здесь слово-то опять подобрать, чтобы нас правильно поняли. Может быть, пост, может быть, духовная практика. Я сейчас боюсь какое-то слово бросить, потому что сейчас скажут, ну вот он опять применяет или христианские, или восточные понятия. Как вот это направление можно назвать по-нашему, чтобы более так мягко это всё звучало, как вы думаете? Очищение духа, души и тела. Ну что ж, вот прошли очищение духа, души и тела, и мы подходим к Карачуну. Сам Карачун, он как-то отмечается, или всё-таки это не праздник? Вот давайте об этом теперь поговорим. Я бы сказал, всё-таки, что это не праздник, а это сакральный день, который нужно прожить правильно. И по поводу уже сказанного могу дополнить, что очищение духа, души и тела, помимо чисто психологических техник и практик, включало в себя в обязательном порядке банную здраву. Потому что редко кто сейчас понимает глубинный смысл банной здравы. Во-первых, это сонностройка и набор силы, распределение этой силы от всех пяти стихий Матушки Природы. То есть земли, воды, огня, воздуха и пространства. И, соответственно, когда человек, правильно зная толк, проходил банную здраву, то он пять внутренних стихий своего сознания сонастраивал с Матушкой Землей, Матушкой водой, Батюшкой огнем, Батюшкой воздухом и Батюшкой пространством. То бишь с родовыми богами. И в этом случае он представлял себя не нечто отделенное от природы и от космоса, от богов и предков, а наоборот предлагал все силы к тому, чтобы сонастроиться с ними, войти с ними в полное единство. И к гармонии. А чтобы, войдя вот в это единство, правильно прожить Карачун, были рекомендации. Я скажу вот мировоззренчески, а Ярослава дополнит еще дополнительно конкретными техниками, которые использовали наши бабушки и прабабушки. И так проходил этот день в кругу семьи. проходил при максимально зажженных свечах. То есть дом перед этим очищался, потому что не только чистили ауру собственную, но и чистили ауру дома. Об этом есть и мой фильм, и большая статья на сайте Рода Божия. Сейчас нет смысла на это тратить время. Это большой материал. Я советую радиослушателям с ним ознакомиться на сайте Рода Божия и в видеоформате, и в текстовом формате. Итак, семья была вместе в сборе, занималась чтением былин, сказаний, преданий. Весь дом был освящен огнем, жились костры и давались дары и требы Карачуну со знамерением почтить его, поскольку в традиции богов славь, но и черно бога не гневи. Почтение всем богам всегда отдавалось. Это был бог смерти цикла, бог смерти природы, естественно, в кавычках, потому что предки знали, что смерти нет, но с точки зрения, как мы уже сказали, жизненной силы и в природе, и в человеке, это была минимальная точка, точка минимума. И вот её проходили таким образом, что сбрасывали всё ненужное, оберегались от того, чтобы силы тьмы не исказили наше сознание и наше тело не попортили, и проходили это через подношение, через духовные практики и подношение даров к Карачуну, как представитель учёного бога в нашей традиции. Ну вот предлагаю Ярославе дополнить ещё то, что она готова сказать. Да, пожалуйста, Ярослав, допомни. Ещё хотелось по поводу кресения добавить, чтобы было правильное понимание, что кресение проводили в принципе не один раз в год, перед Карачуном и в Карачуну, а в принципе проводили его весь год. с той лишь разницей, что в преддверии Каляды в Карачуну уже подводились итоги всех тех кресений, которые вы за год производили, да, то есть вы в себе разбирались со своими тараканчиками, то есть тараканы это ложное убеждение, со своими негативными эмоциями, делали воводы из уроков, а в Карачуну это время навное, то есть в это время можно очень глубоко зайти в свое подсознание и разобраться с корнем проблемы, найти этот корень и с корнем вырвать эту проблему, но если весь год не проводить определенные практики, то за один этот период это очень сложно сделать, потому что, ну как правило, это глубинные проблемы с детства тянутся и для того, чтобы решить определенные какие-то эти задачи и пройти эти уроки, нужно весь год получается делать какие-то плановые кресения и уже в Карачуну мы делаем уже более глубокие практики, делаем выводы. Затем перед Карачуном важно, вот Всеслав сказал, почистить помещение с ауру дома, потому что существует тонкое пространство дома и оно накапливает любой негатив, который мог происходить в течение года. Обязательно просматриваются вещи в доме, чтобы не было лишних вещей, потому что ненужные лишние вещи накапливают негативную энергию, застаивают энергию в доме, то есть пространство дома очищается. Затем в этот период очень благоприятно чистить обереги, чистить украшения из камней. Перед Калидой есть суббота, благоприятно проводить практики для получения поддержки рода. Практик на эту тему очень много, и это могут быть либо медитации, в которой вы представляете свой род и представляете, что получаете поддержку и силу от рода. Это могут быть предложения пищи предкам, то есть кормления предков, там варится рис или кутья и предлагается на алтаре. И также в сам день карачуна можно делать практики по тому, что вы хотите избавиться от каких-то негативных ситуаций. Вы берете лист бумаги и выписываете то, от чего вы хотите освободиться. То есть если это какая-то болезнь, то вы выписываете любой негатив, от которого вам нужно освободиться. Вы это выписываете, потом сжигаете вот именно перед карачуном, день карачуна, этот лист на костре или над свечкой и представляете, что как сгорает этот лист, все негативное от вас уходит. Это тоже такая практика. Еще надо наверное учесть, что поскольку карачун это уже преддверие каледы, то в этом случае с детишками очень много проводили время для того, чтобы во-первых их занять чем-то, во-вторых рассказать о своих традициях. И поэтому изучение калядок, то есть изучение разучивания песенок, разучивания действия, подготовка масок, если такое было необходимо, костюмов и так далее. Поэтому карачун это еще и момент такой, когда можно подготовить маленьких своих детей для того, чтобы они могли участвовать полноценно в праздничных действиях. Могу еще добавить, что это как раз совпадало с днями памяти предков и до Карачуна и после Каляды и именно рассказывали былины, рассказывали детям и подросткам о славе наших предков и о славе наших богов. То есть не просто так люди сидели, занимались и практиками очищения, подготовки, созерцанием за самими собой, общались со своими родичами, передавали знания и мудрость своим детям, внукам. В общем-то было чем заняться, на мой взгляд, в древности, да и сейчас, я думаю, надо к этому возвращаться, а не просто так своих детей отдавать на откуп средства массовой информации и каким-то учреждениям, которые сделаны для чего-то, кем-то. Вот это, на мой взгляд, очень важно. То есть взаимосвязь живущих с предками, взаимосвязь будущего поколения, которое сейчас зарослеет, вот они как раз формируются внутри семьи, внутри общины, а не просто так с Луны откуда-то сваливаются, как кому-то, может быть, это представляется. Чтобы потом не было вопросов, откуда такие плохие дети у нас возникают, да, вот вы такие хорошенькие все родились, а почему такие плохие выросли? Да вот просто эта взаимосвязь, эта нить соединительная была потеряна, потом конфликт поколений, ну и получаете, что, в общем-то, заказывали. Ты абсолютно прав. Учебники, изданные фотом Сороса, конечно, не приводят наших детей к знанию нашей традиции и знанию своих божественных предков. У Ярослава еще есть что дополнить относительно целебных трав, которые помогали от отрицательной нави отгородиться, а положительную навь, то есть предков нашего рода, пригласить в дом. Замечательно, буду рад услышать. Ну вот травы, это один из инструментов, как почистить помещение, и, как уже Всеслав говорил, у нас на сайте есть статья, как полностью с помощью пяти стихий очистить помещение. И травы, самая сильная из трав это полы, неможжевельник, которая очищает и изгоняет из атмосферы нежелательные какие-то сущности, негативную энергию, и охраняет и защищает дом. То есть они обладают такими волшебными магическими свойствами. Еще я хотела по коротчину добавить, что в это время, перед калядными праздниками, за две недели, очень важно, желательно, конечно, находиться дома, не делать какие-то длительные поездки, потому что в этот период обостряются какие-то болезни, могут обостриться, могут обостриться какие-то конфликтные ситуации. То есть что-то негативное может выходить в этот период, поэтому это время лучше, как мы уже говорили, посвятить себе изучению своего внутреннего мира, наблюдать за собой, наблюдать за тем, что происходит, и помнить о том, что это такой сложный период, и вселенная Бог хочет нас очистить в этот момент. Можно сравнить как нарыв, который пытается прорваться, и вот ситуация поэтому может и обостриться, чтобы вышел этот негатив и вырвать корень проблемы, и уже в Новый год перейти обновленными, оставить все вот эти застарелые программы, какие-то ненужные, негативные, уже в прошлом году. Еще один момент, Харачун еще тем знаменателен, что предки и знали, сама граница между миром максимально утончается, и предки и знали, имеют возможность проникнуть своим сознанием и влиянием в Явь и посмотреть, как живут потомки, как они очередной цикл прошли, какие итоги они подводят и какие достижения ими достигнуты. И тем самым похвалить на уровне соприкосновения душ, похвалить достойных и надавать тумаков тем, кто просто бездельничал или жил по криву. В общем, не оставляют нас предки никогда, всегда с нами, в случае чего волшебный пендаль вам прилетит. Итак, разобрались, что происходит до Каледы, и мы потихонечку подбираемся к самой Каледе, но по одному из календарей, мы рассматриваем множество календарей, множество традиций, по одному из календарей, перед Каледой идет свят вечер, почитание Сварога, Творца, Вселенной, богатая Кутья и так далее. Что об этом известно, что вот в этот день можно делать, ведь Карачун уже отметили, а на следующий день наступает Каледа. Ну, я мировоззренческий аспект постараюсь раскрыть, как мы уже договаривались. Ну, во-первых, почему Сварога, потому что он прародитель той Вселенной, в которой мы живем. И выше него в этой Вселенной нет никого. Ну, имеется в виду материальной. Конечно, есть еще надматериальная Вселенная, где выше всех вышень и крышень, а есть еще духовная Вселенная, где выше всех род батюшка-род с матушкой Рожаной. Но это как скажем матрешка вложена один в один. Но коль скоро мы живем в явном мире, то в явной Вселенной Сварог выше всех, поскольку он эту явную Вселенную создал под благословением вышенья, крышенья и рода. Поэтому он у нас на первом месте. И этот вечер почему свят? Потому что, как я уже говорил, роль предков, не просто предков нашего фамильного рода, это да, но плюс к тому, нашу родословную мы ведем от Сварога, как от прапрапрапрапрадеда. Именно поэтому всех богов мы вспоминали и всех богов, которые представляют нашу родовую линию, в это время славили, чтили и мальцам и подросткам своим рассказывали о значении, рассказывали свою родословную, начиная от Сварога и заканчивая отцом с матерью. На нашем сайте есть большая развернутая статья Ведомана Ведогора славяно-рийская родословная, и вот в данном случае как раз в ней очень подробно расписано, от кого мы ведем свои родовые корни, которые завершаются на наших отце, отце и матери. Поэтому Святой Вечер как раз и заключался в том, что все, что свято для нас, для нашей души, для нашего духа, для нашего мировоззрения, как раз и чтилось, почиталось и придавалось этому огромнейшее значение. Сам праздник Каледы, как уже понятно, это рождение нового цикла, рождение нового солнышка, то бишь прирастание дня и укорочение ночи. И что может быть прекрасней и радостней, чем начало нового возрождения светлых сил? Я хочу немножко остановиться все-таки еще на свят вечере и на вот этом дне, прежде чем к Каледе мы перейдем. Потому что здесь богатая кутья указана, а кутья все-таки поминальная. Это не праздничная пища. И получается, что свят вечер, почитание сварога, творца вселенной, и богатая кутья. С одной стороны, ведь сварог не умирал, творец вселенной. Почему тогда богатая кутья? И богатая не в смысле золотом украшенная, богатая, богато, много, обильная. Или кто-то еще называет великая кутья. И богам предназначенная. Давайте разберемся, почему кутья в этот день, казалось бы, Карачун уже прошел, завтра каледа наступает. Почему в этот день при почитании сварога и воспоминании своих предков все-таки кутья подается? Напомню, кутья делается из любого зерна. В основном, это, как правило, пшеница или рожь. Могут быть другие зерна, может быть смесь зерен. На пару распаренная с добавлением меда, ягод, изюма. В общем, всего того, что есть под рукой в данном случае. Ну, во-первых, нужно еще слово кутья тогда уже распаковать. Слово куть означает святое место. И получается, что слово кутья это можно распаковать как кутья. То есть я являюсь святым местом, в котором пребывают мои родовые боги и предки. То есть моя душа находится в теле и тело также является храмом для души, для моей. Но моя душа является храмом для моих родовых божеств. И поэтому, как я уже сказал, мы пережили точку смерти в кавычках и начинаем новый цикл. И как можно начинать своевольно или в соответствии с волей родовых богов? Если с волей родовых богов нужно получить их благословение. А благословение получается через почитание. Наивысшая форма проявления почитания это поднесение даров. Вот так это и связано. То есть провожаем не только время ушедшее, провожаем не только самые короткие дни, но еще и почитаем своих предков. И вот здесь и тот и другой календарь, напоминаю, что мы говорим про разные календари, которые объединены по своему духу. И в том и в другом присутствуют как раз вот эти моменты обращения к своим предкам. То есть неделя покоя, неделя воспоминания и так далее и тому подобное. Кутья как раз присутствует, многогранно здесь присутствует. Не только как поминки о ушедшем может быть солнышке или каком-то празднестве, но еще и более сакральное, более скрытое. Так что изучайте нашу древность, много что перед вами будет открываться. Переходим теперь к каледе. Каледа и по одному и по другому календарю они сходятся. Это по одному календарю новое коло, Рождество зимнего солнца, свято рода вышнего прародителя вездесущего. Женатые дети несут вечерню родителям, то есть приходят в гости к родителям или почитают, если родители ушли. А в другом календаре помимо каледы присутствует понятие день перемен или менари. Вот давайте мы рассмотрим и одно направление и другое, потому что так или иначе они тоже себе имеют многие пересечения. Ну в принципе это едино и можно даже сказать, что у староверов календарь или календарь правильно, он же девятидневный, то есть он в большей степени жреческий, а у родноверов он более шестепени сельскохозяйственный и староверческий содержит девять месяцев с девятидневной недели, а родноверческий двенадцать месяцев с семидневной недели. Но тем не менее сами даты совпадают, потому что традиция учитывала все варны, все сословия и мировоззрение сводило к единому. Менари это изменение и уж как лучше проявляется изменение в природе, это как прирастание силы солнца и силы света, увеличение силы дня и уменьшение силы ночи, силы тьмы. И сам календарь это же кола в основе корневой, то есть годичный цикл, годичный круг. Поэтому и перед этим конечно почитали и родителей, поскольку родители являются первичным звеном в цепи родовой преемственности и родового древа, поднимающего нас от земных отца и матери к небесным богам предкам нашим. Ярослава что-то дополнит или мы пока с тобой пообсуждаем? Да, я по-любому про календарь то, что я знаю, поделюсь с вами. Там тоже куча праздничных действий и обрядовых ритуальных вещей. Я думаю, она тут нам поможет и дополнит достаточно хорошо. Ты очень хорошо указал, на мой взгляд, что существует календарь, который более к жреческому, то есть к более древнему, и на современный момент, наверное, не совсем понятен или совсем непонятен многим людям. А есть такой ближе к бытовому, когда что-то надо делать, хозяйственные какие-то работы, работы по дому более в нем проявлены. И он более понятен современным людям, потому что и неделя совпадает, и месяца совпадают, и даже многие светские праздники так или иначе уже очень плотно там присутствуют, например, тот же самый Новый год. поэтому мы сейчас то, что более современное, особо разбирать не будем, потому что это понятно. Мы, может быть, так как-то по традициям пройдемся. А вот по более древнему, наверное, следует нам указать, что изначально Минарий или День Перемен приравнивался или, может быть, исходил из очень древних времен, когда еще в Даарии или в Арктиде или Гипербореи, кто так называл, появились наши предки, и они там стали обосновываться. Но в дальнейшем День Минари, День Перемен, он стал уже ассоциироваться с тем, когда по одному из преданий жители пекельного мира увели обманом и силой наших пращуров в свое царство государства. И необходимо было уже вмешательство высших сил. И вот тогда по одному из преданий Перун через врата между миром прибыл сюда со своей дружиной и в это пекельное царство государства вошел. Там навел порядок из полона наших предков освободил и до тех пор, пока выходили предки, врата пекельный мир были приоткрыты и вместе с предками оттуда выскакивали многие другие существа не нашего мира, кого принято больше называть навниками, бесы, черти, какие-то темные представители. Нелюдьи и нежи. Да, нелюдьи и нежи. То есть, помимо людей и других представителей разумных светлых сил, оттуда повыскакивало много всякой нежити и нелюдей. Когда же последний наш предок оттуда вышел, то вот после этого Перун завалил эти врата между миром, как говорится, горами кавказскими. То есть, как мы видим, и в одном, и в другом календаре присутствуют прародители, присутствуют родители, присутствуют предки. И вот с этого момента начинается день перемен. Как раз, наверное, здесь надо отметить, что очень часто мы можем видеть на калиду так называемые калядки. Что такое калядки? Это когда молодые люди одеваются в какие-либо интересные костюмы, у них присутствует некая интересная атрибутика, и они ходят по дворам, то есть, калидуют. И вот давайте мы поговорим, наверное, уже про традиции, и здесь нам Ярослав будет в помощь. Как это все происходит, какие варианты калидования, и, по возможности, может быть, как-то эту тему разовьем. Ну, давайте, конечно, это раскроем для наших слушателей, потому что это очень важно. То, что ты уже сказал, является базисной основой того понимания, почему на калиду присутствуют ряженые. Поскольку в дома возвращались родственники освобожденные от плена тёмных сил, и принято было встречать их с распростёртыми объятиями радостно и с угощениями. Но также и повыскакившие нелюди, нежить и нечисть тёрлась сзади за спинами и желая также получить жизненную силу, получить пищу, также стучалась в окна и в двери и пыталась тоже выживать так, как могла в нашем мире. Поэтому каляда очень праздничное театрализованное представление представляет из себя, когда вот это всё показывается в виде каждой летних проигрышей вот этого сценария. И молодые люди, которые калядают, они символизируют тех родственников, которые пришли, возвращаются, либо добираясь до дома, просят милости у добрых людей по пути своего следования домой. И те, кто являются ряжеными, они как раз изображают вот эту нежить и нелюдей, которые вырвались из своего петельного царства и разбрелись по земле матушки в явном мире. Кстати, надо для справедливости ради будет сказать, что Перун потом сделал несколько обходов явного мира и кого-то повыгнало, кого-то и добил. Но вот именно на Каледу, именно когда родичи выпустили из Пекиного царства и повыскакивала вот эта публика, да, она присутствовала и во дворах, и среди возвращающихся наших родичей и предков. Поэтому в веселых играх это все вновь проигрывается с тем, чтобы традиция была жива, и память об этом в народной культуре не иссякала. Хорошо. Ярослава, добавишь что-то? Да, я немножечко могу добавить то, что, слышала от Арины Никитиной, она рассказывала в своих лекциях, что вот эти вот маски, да, ряженые, это есть такие вот такое понятие, как харис, то есть каждый из нас, когда не живет жизнью души, то есть как-то там, ну, какие-то травмы в детстве допустим происходят у человека, он там играет не в свою личность, и это как бы называется такой маской хари, и вот там существуют вот эти различные хари, и как раз вот на коляду они выходили, и чтобы люди видели их, как эти хари могут поселиться в нас, в нашей душе, и что от них нужно освобождаться. Такое же. Да, вот здесь как раз речь идет о, скажем, целостном восприятии внешнего и внутреннего. Внешне это было, значит, как мы уже сказали, нечисти, нелюди и навники, но внутренне ведь они и подселялись, отождествлялись нашими людьми. Кто кривил душой, тому легко подселиться. вот эта харя тогда занимала место его личности. И вот это игры с ряженными как раз напоминание, а ты действуешь в состоянии своих истинных чувств, в состоянии здравомыслия, или демонстрируешь людям маску, а где же ты там сам? Посмотри в себя, посмотри снаружи и загляни внутрь, и тем самым очистись перед новым циклом, войди в него с чистым телом, душой и духом. Хорошо, если позвольте, я еще один сюжет нарисую, который я пока еще до сих пор нигде в жизни не встречал. Обычно бывает как, или ходят детишки и поют какие-то колядки или рождественские песенки, или молодежь, либо ходят вот эти ряженые, либо идут люди, у которых в руках что-либо такой интересный, напоминающий шест светящимся огнем наверху или по современному вифлеемскую звезду туда вставляют, либо колядку рисуют, либо несут колесо, которое иногда поджигают, вариантов огромное количество, либо свеча вставлена в шаре изображающем солнце, то есть мы видим здесь очень богатая смесь такая, и многие не могут объяснить, бывает так, что сейчас к тебе пришли ряженые, которых ассоциируют с язычеством, потом вдруг под окном раздаются пения каких-то христианских мотивов, потом вдруг появляются ряженые в медведя, в лесу волка, которые несут на шесте вот это солнышко или вифлеемскую звезду, и поют какие-то другие песенки, в общем смесь очень такая гремучая, и на мой взгляд здесь можно наверное как-то упорядочить и внести еще одну версию проведения калядок, помимо того, что почитаются предки, как уже было сказано, то есть ставятся на стол дополнительные приборы, но об этом мы, я думаю, еще можем поговорить как-то, мы давайте про уличные действия поговорим, на мой взгляд это могло происходить так, сначала команда из молодых людей делится пополам, одни являются представительными пекельного мира, вот этих самых бесов и нежити, которые вырвались оттуда, они одеваются в различные шкуры, надевают какие-то маски, что-то еще, в общем, изображают нечисть, ведут себя по-хамски, естественно, дергаются, прыгают, говорят какими-то измененными голосами, то, что мы часто видим в процессах экзорцизма, а вторая часть команды изображает светлые силы, где присутствуют или медведь, или волк, или коза, а может быть и медведь, и волк, или коза, иногда еще и лиса, присутствует какой-нибудь небольшого роста человек, это, как правило, самый младший из всех, к которому вручается шест с каляткой наверху, ярговый символ, где может стоять свеча или факел, или там может быть изображение солнышка, внутри горит свеча, чтобы оно светилось, и за ним выстраиваются уже молодые люди и девушки, изображающие дружину Перуна. Сначала вот эти бесноватые приходят к одному дому, начинают стучаться в окна, в двери ломиться, вызывают к себе людей, те люди говорят, ну, идите с миром, мы вас не трогаем, выми у нас проходите, вот вам пирожок, кусочек, те кричат, мало, хотим еще, и начинают петь различные калятки, которые угрожающие, если вы нам не дадите того-то, то мы корову ведем, если не дадите того-то, то мы козу зарежем, не дадите того-то, свинью зарежем, ну и так далее, вплоть до того, что сожжем ваш дом, сожжем ваш амбар, детей заберем с собой, и кто-нибудь из юрких пытается проникнуть в дом, жители этого дома, они начинают взывать о помощи, обращаясь к светлым силам, появляется дружина Перуна, и дружина Перуна встает между наступающими представителями пекельного мира, и между хозяевами дома, и начинают изображать, похожие на какие-то военные действия, естественно, что дружина Перуна, поскольку свет на их стороне, поскольку правда на их стороне, она очень быстро одерживает победу, и вот эти вот бесноватые, они быстренько-быстренько-быстренько забрав те подарки, которые им успели надавать, в мешке убегают и идут к другому дому, дружина, когда выправдила темных, она разворачивается и начинает уже петь здравные песни и гимны, будет добро у вас, пребудет у вас счастье, добавится вам детей, если пара молодая, если двор не очень богатый, добавится вам богатство, добавится достаток, и все это с светлым посылом, то есть ни корову уведем, ни козу зарежем, ни свинью, никого не похитим, а наоборот светлые посылы, и за это они тоже получают какие-то дары, и с весельем их провожают со двора, но в тот момент, пока дружина Перуна поздравляет, те темненькие у другого дома начинают ту же самую мистерию, что и до этого, они опять стучатся в окна, стены, что-либо желают плохого, угрозы и так далее, и опять, когда хозяева начинают призывать высшие силы, появляется дружина Перуна, ушедшая с того двора, опять становится между тем, между этими, и когда обходятся все дома, темные, светлые, собираются в каком-либо просторном доме, который, как правило, они арендуют, выкладывают все на стол, сбрасывают с себя вот эти ряхи, ставят в сторону калядный символ, и они уже, как молодая любая компания, за столом проводят уже поминания своих предков, то есть в радости, в веселье, и они все дружно празднуют. Вот такой сюжет. Ну, в принципе, ты это все правильно рассказал. Единственное, что можно дополнить, это то, что калядный символ в виде свечи, или звезды, или камня Алатырь, это как раз показывает, что смысл праздника не только в освобождении, связан с освобождением предков из пекельного мира, но и с нарождением нового солнца, началом нового годичного цикла. И все вместе, как бы, воедино связанное как раз и предполагало наличие вот этого калядного символа в рядах дружины Перуновой. Такого я пока еще не видел, действия. Я видел какие-то отрывки из него, то темненькие, как я уже рассказывал, которые пытаются какую-то гадость сделать и пугают, то наоборот идут светлые вот с этим символом или без него и поют песни, то христианские мотивы там появляются. Но вот мистерии в таком полном смысле, где и темные, и светлые, и темные, как представители нового мира, которые остались без предводительства, пытаются себе заработать что-то и сгоняются светлыми, вот этого я пока не видел. Но очень символичное, и оно переплетается и с родноверческим календарем, и со староверческими календарями. И здесь вот как раз проявлен и свет, и тьма, и их взаимодействие. Дополнение какое-то еще будет по Калиде? Да, я могла бы дополнить. Для того, чтобы разобраться, что нужно делать, нужно понять, что означает календарь и какие энергии она несет. И мы уже говорили про Карачун, что это время очищения. то получается, что в Карачун мы очистились и мы как бы создали новую матрицу себя, своего пространства, пространства дома, своих возможностей. И теперь у нас возможность есть эту матрицу наполнить чем-то новым. И как раз и говорится, наши педки говорят, что как ты проведешь калиду, так ты проведешь весь год. То есть это время мы планируем, мы мечтаем, это время наполнения нашего пространства, нашей новой матрицы, ту, которую мы очистили. И как раз в это время проводили различные практики по загадыванию желаний, по своих каких-то мечтаний, планирований. То есть то, чего вы хотите, чтобы пришло в вашу жизнь. Здоровье, финансы, благополучие. И как раз в этот период и нужно делать различные практики по привлечению того нового, чего вы хотите, чтобы пришло в вашу жизнь. Мы же не просто так говорили, что многие праздники совпадают, не только родноверческие, староверческие, они еще совпадают с другими праздниками. И в данном случае, наверное, нам следует упомянуть, что приблизительно в эти дни проходит как раз сочельник и Рождество. И если вы обратите внимание, то многое символика, она очень переплетается по всем параметрам на ту символику, которая применяется и на Калиду. То есть символ нарождающегося нового солнца, это по древним нашим традициям, и символ нарождающегося нового бога, по более новым традициям. Если мы сейчас поиграем немножко со словами, то мы увидим, что солнышко называли по-разному. Где-то Ярила, где-то просто солнце, а где-то называли его и Хорсом. И очень часто на Калиду мы можем увидеть символ солнца нарождающегося, который называют Хорсом, Хорс народился. И вот если мы разберем слово Хорс и Христос, то увидим, что очень много совпадает. То есть когда люди в древности говорили народился Хорс, то в этом случае потом очень просто было перенести Христос, потому что они очень совпадают. А если мы уберем оттуда гласные, оставим только согласные, то вообще там будет практически полное соответствие. Хересетет. Да, ты прав. То в этом случае переход на новый принцип жизни в те времена он прошел достаточно просто легко, потому что совпадало во многом. И на рождение нового, новое светило, новый Бог, новые дни и так далее. Ведь если мы еще углубимся чуть-чуть в христианство, то мы можем для себя отметить, что до определенного момента не было точной даты рождения Иисуса, и оно просто было назначено. Так же, как и было назначено рождение Иоанна предтечи. И получилось так, что по некоторым удивительным совпадениям рождение Иисуса было назначено как раз на момент Каляды и на следующий день, то есть Каляда это сочельник, получается, следующий день это уже Рождество, то есть когда уже все случилось, а день рождения Иоанна предтечи, он совпадает с противоположным праздником, летним солнцестоянием, тоже этот день был назначен, потому что там якобы говорится, что вот после меня пойдет на убыль и так далее, а здесь пошло на рост. Вот такие интересные совпадения, о которых мы говорили, что очень много появилось в нашей жизни праздников не просто так. Ну что ж, здесь еще есть по родноверческому календарю почитание Великой Матери Лады, про Матери Света Белого, на следующий день начинаются святки и щедрый вечер или щедрик встреча Нового Года. Если несколько слов об этом вы хотите сказать, пожалуйста, можете сказать, потому что по староверческому календарю я вот таких ярких праздников не вижу, кроме одного День Спасителя Расы. Что-то по родноверческому календарю если хотите можете еще добавить. Ну, мы уже говорили о Рождестве и если речь идет о нашей древней традиции, то это Нового Солнца, Коляды, а скажем, в христианстве там Иешуа из Назарета, но в любом случае, если присутствует Рождество, то это значит кто-то кого-то рожает. А Лада Матушка Богородица как раз и рожает. Она является представителем праматери Рожаны в лике ее любви, красоты, достатка, благополучия и порядка гармонии. И коль скоро новое Солнце в нашей традиции народилось, то почитается и Рожаница та, которая его родила. То есть Великая Праматерь Лада, Великая Праматерь всех нас, которая породила не только человечество, но и всех наших высших богов. Поэтому просто нельзя отдать ей должное и в ее чести не отметить этот праздник, поскольку как раз это уже полная идет развитие сил света и почтение Праматери является естественно вытекающим следствием из того, что коль скоро появился народился Божий, что славят и мать, которая его родила. Очень интересно опять же здесь пересечение то, что на 25-е происходит Рождество по условно католическому в кавычках календарю. А здесь отмечается почитание Великой Матери Лады. Ведь еще надо обратить внимание на что вертеп в христианской традиции это какое-то полузакрытое место, где что-то происходит. Это или пещера, или какой-то домик, где внутри обязательно находится новорожденный бог и его мать. В данном случае, если мы рассматриваем более древнее, то Лада Богородица она народила также Божича и этот Божич выходит на свет белый, то есть вот как раз здесь про Матери Света Белого. Откуда он выходит этот свет? Он выходит из чего-то, то есть он раскрывается для нашего мира. Если мы проведем какие-то аналогии, то опять увидим очень много схожего. Здесь вертеп, откуда идет свет, льется от младенца Иисуса, а здесь мы видим, что Великая Матерь Лада породители Света Белого, она также исходит к нам откуда-то, то есть из темноты, что в свою очередь может символизировать пещера или вертеп. Если мы опять же будем разбирать слова пещера и так далее, то мы увидим, что и здесь тоже очень много схожего. Потом начинаются святки 12 дней и щедрый вечер, то есть щедрик. Может быть как раз мы поговорим чуть-чуть, что значит святки щедрый вечер? Ну это почитание предков, почитание всего священного, которое присутствует в нашей традиции и культуре. А священное это наши божества и наши нравственные этические установки, основанные на заповедях этих божеств. Поэтому период вхождения в новое коло новонародившегося каледы как раз и олицетворяет сонностройку своей воли с волей богов. Но тем не менее, как уже сказала Ярослава, и привнесение своих пожеланий, своих мечтаний и своих целей и задач, своей понимания своего рока и жизненного предназначения в плетение это в общее русло нарождающегося коло, нарождающегося годового цикла. Поэтому не сонастроиться с родовыми божествами, скажем, человеку, который в теме, но просто потерять все возможности. Это как паруснику не поднять парус и не поймать силу летом. Поэтому как раз и занимались вот этими священодействиями по сонастройке своей воли и с волей родовых божеств. Чтили их, славили, приносили дары и требы. И как раз щедрый вечер перед кануном нового лета или нового года как раз позволял все самое ценное, все самое лучшее выложить на стол как дары и подношения и предкам и родичам для того, чтобы набраться силы с новыми силами, сонастроившись с волей родовых божеств открыть новую страницу календаря, календаря или новую страницу лета или года с тем, чтобы наилучшим образом ее прожить, его прожить и получить наивысшие результаты исполнения своего предназначения. Хорошо. Ярослава, что-то дополнишь про святки, про щедрый вечер? Может быть, есть какие-то традиции, которые можно применять в эти дни, на них можно обратить внимание? Могу дополнить, что в это время наши предки не проводили его как-то обыденно, на работу ходили, что-то трудились, нет. В этот период как раз и праздновали, то есть молодежь ходили новичок и танцевали, как-то ходили друг к другу в гости, почитали богов и предков. То есть время проводилось по-особому, не так, как всегда. Одевали какие-то специальные наряды, которые для этого праздника предназначались. Проводили, все зависело от вармы, там, веси больше праздновали, там, вечеряли, там, допустим, священнослужители больше, там, мантры пели, духовные песнопения, славления. Ну, главное то, что не как обычно это время проводится, а взаимодействие с тонким миром, с богами, каким-то таким образом. И щедрый вечер ходили к родичам, устраивали столы вкусные, разные вкусности тоже, как обозначение того, что привлекали в свою жизнь благополучие, достаток, да, богатство, процветание. Здесь уже пересекается с тем Новым Годом, который известен уже многим. Ну, наверное, надо уточнить, какие основные отличия между светским Новым Годом, которые сейчас нас с любого голубого телеэкрана пытаются показать, и между тем Новым Годом, который отмечался в древности. Основные отличия, что делалось и что не делалось, исходя из того представления, которое сейчас есть у наших родичей. Ну, как я уже сказал, делалось это избавление от негатива и насыщения новой жизненной силой, одновременно с настройкой своей воли, с волей семьи, племени, рода, народа и родных богов во главе со Всевышним Прародителем. А не делалось это, не употреблялся алкоголь, не отдавался народ в безудержной страсти, потому что это диаметрально противоположные вещи. То есть в традиции все было направлено на подобно тому, как парусом корабль схватывает силу ветра, традиция настраивала народ на то, чтобы сонастроиться с волей родных богов и с новыми силами начать новый цикл исполнения своего жизненного предназначения в соответствии с ритмами природы и окружающего ее космоса. А светские праздники, ну, это просто... Ну, что рассказывать, все и так знают. Поесть это самое трупов, попить алкоголь и превратиться в свое сознание в свинское состояние. Вот в этом диаметральная разница. Ох, не нравится мне, когда мы животных оскорбляем, свиньи все-таки более порядочно в этом отношении, когда мы сравниваем людей, потерявших человеческое обличие и превратившихся в человекообразных, то в этом случае мне за свиней становится как-то очень обидно, что их сравнивают с такими нежитями. Следуем нашей заведенной традиции, желаем нашим радиослушателям что-либо доброе, вечное, красивое, исходя из темы сегодняшней нашей передачи. Напомню, что тема «Зимние праздники славян». Ярослава, от себя что-то пожелай. Я хотела бы пожелать всем радиослушателям чтить традиции родных богов и предков, самостраиваться с новыми энергиями, которые будут идти от нового рождения солнышка, чтобы в вашу жизнь приходило счастье, здоровье, удача, благополучие, и вы просыпались, ваша родовая память просыпалась, и в вашу жизнь приходили новые родичи, были достойны своих богов и предков, достойно проходили свои уроки. Благодарю. Всеслав, пожалуйста. Я также поздравляю с наступающими праздниками наших радиослушателей и желаю им войти в русло родной традиции, исполнять её с честью и достоинством и провести эти праздники именно как сонастройку с волей родовых божеств и для того, чтобы не пороть от себя дину, а исполнять своё предназначение и тем самым повысить свой эволюционный статус и, ну, скажем так, совершить данное воплощение поэтапно каждое лето и каждый год, поднимаясь на новую духовную ступень. Благодарю тебя. Итак, друзья мои, мы сегодня говорили про зимние праздники славян, исходя из всего сказанного Всеславом и Ярославой. Можно, наверное, понять, что каждый день необходимо использовать для саморазвития, для пользы, которую вы можете принести себе, своему роду, своей державе. Никто, кроме нас, этого не сделает. Никто, кроме нас, не сделает лучше этот мир. Никто, кроме нас, не построит державу. Никто, кроме нас, не народит новых родичей. Набирайтесь здравомыслия, будьте счастливы. Желаю вам всего самого-самого доброго в те праздники светлые, про которые мы сегодня говорили в данной передаче. С вами было Народное Славянское радио. До новых встреч. Услышимся. И лети ты на крылатом коне Руссо-лёгкие тысячелетия Русс.